Народная славянская радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве состоится выставка-ярмарка «Ладья. Весенняя фантазия-2017». В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» мастера народного творчества представят изделия в национальном стиле. Мастера народных промыслов, художники и ремесленники из множества регионов представят свои удивительные работы, выполненные из природных материалов по старинным технологиям. Вы сможете найти множество изделий для создания домашнего уюта, одежду и украшения, игрушки и сувениры, которые хранят память о культуре предков. Юные и взрослые гости выставки смогут узнать об истории каждого предмета, познакомиться с особенностями его изготовления, попробовать себя в различных техниках на мастер-классах и купить редкие и оригинальные подарки для себя и своих близких. Приходите и открывайте для себя историю промыслов России. Часы работы выставки 1 марта с 12.00 до 19.00 2 и 3 марта с 10.00 до 19.00 Адрес выставочного комплекса «Экспоцентр» Набережная Краснопресненская, дом 14 Ближайшее метро, выставочная и деловой центр В Москве на выставке «Репетиция весны» можно увидеть более 8000 нарциссов, тюльпанов, гиацинтов, крокусов, лилий, подснежников и других цветов, распустившихся на 2 месяца раньше срока. Сотрудники аптекарского огорода создали для своих зеленых подопечных специальные условия, благодаря которым они проснулись и зацвели уже в конце зимы. В оранжереи, наполненной удивительными ароматами, представлено более 300 сортов растений, среди которых встречаются по-настоящему редкие. К ним относятся, к примеру, черный тюльпан «Королева ночи». С 23 по 26 февраля, а также 8, 11, 12, 18 и 19 марта в Ботаническом сайду пройдет ярмарка ремесленных продуктов. Гости смогут попробовать хлеб, пироги, сыры, десерты и многое другое, а также принять участие в бесплатных мастер-классах по сыроделию. Время работы – 23 февраля по 19 марта с 10 до 20.00. Адрес аптекарского огорода, проспект Мира, дом 26, ближайшее метро, проспект Мира. Продолжим артефактами земель славянских. В Национальном археологическом музее в Афинах в рамках проекта с говорящим названием «Незримый музей» впервые выставлена загадочная фигурка, возраст которой 7000 лет. Это необычная фигурка неолита с птичьим лицом. Ученые не знают, кто, где и зачем ее создал. Небольшой экспонат, извлеченный из запасников и установленный в ярко освещенной витрине, не обладает великолепием мраморных и бронзовых статуй классической Греции. В общей экспозиции она бы, возможно, не привлекла особого внимания посетителей. Но по меткому выражению музейного археолога Кати Мантелли, загадочность, окружающая эту фигурку, придает ей особое очарование. Ученые предполагают, что фигурка была изготовлена на севере современной Греции, в исторических областях Фессалия или Македония. Все говорит о том, что фигурка относится к эпохе позднего неолита. Но в отличие от подавляющего большинства скульптурных произведений той эпохи, фигурка с птичьим личиком вырезана из камня. Причем не из мягкой податливой породы, вроде известняка, а из твердого гранита. Как? Непонятно. Металлических инструментов, подходящих для обработки твердых пород камня, в эпоху неолита не существовало. Необычный размер фигурки 36 см в высоту. Мастера неолита, если и создавали каменные статуэтки, то ограничивались небольшими размерами. Лишь 5% известных неолитических фигурок из камня превышают высоту 35 см. И все они сделаны из мягких пород. По словам археолога Кати Мантелли, возможно, это человекоподобная фигурка с птичьим лицом. Или наоборот, это птицеподобное существо, не связанное с человеческим обликом, но являющееся воплощением верований и символики неолитического общества. Лицо гранитной фигурки действительно очень похоже на птичье. Острый нос, клюв, большие впадины глаз, длинная шея. Заметен небольшой, очень птичий наклон головы, словно статуэтка задумчиво смотрит на зрителя снизу вверх. Все эти странности, по словам Мантелли, делают забавную гранитную фигурку одним из редчайших артефактов эпохи неолита. После 26 марта загадочная статуэтка вернется в недоступное простым людям хранилище Национального археологического музея Греции. Калининградский историк-краевед Евгений Журавли пытается доказать близость народов, которые населяли Калининградскую область со славянами. Увлечение Евгения раскрывает тайны древних знаков и символов. В своих исследованиях краевед пытается доказать, что древние пруссы близки в экономическом, военном и культурном планах со славянским миром. В качестве научного материала используют доступные источники, книги, архивные документы, карты. По его словам, пусть это не будет открытие или сенсация, и пусть не будет достоверно установлено, но общность, которая присутствует в Древней Руси и в истории Пруссии, безусловна. Более пяти лет он расшифровывает и трактует то или иное название народов, населявших Земландский полуостров. Во времена Рюрика по обоим берегам Немана до нижнего течения Юры эта земля называлась Сколовия. Вдоль рек расположены курганы, до которых еще не дошли археологи. Евгений ищет там, где фундаментальная наука пока не вынесла окончательное решение в вопросе идентичности древних пруссов и славян. Чтобы доказать эту теорию, ему необходимо раскрыть еще немало тайных знаков и символов. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Саянске и Иркутской области 10 февраля в картинной галерее открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Наследие, живущее в веках». На выставке представлены работы резьбы по дереву, рисунки, например, «Русь непокоренная», где Русь изображена птицей сирен, чудо-гравюры на историческую тему, «Илимский острог», «Град Иркутский», «Поделки из бересты», «Кружки», «Фляжки», «Туиса», «Братина». «Красивый, прочный, чистый и одухотворенный быт предков наших». В работах по резьбе из дерева чувствуется энергетика древнего мира. Весомо-зримо вырезаны из дерева славянские боги – Велес и Макош. Посетить выставку может каждый желающий. Вход свободен. Здесь же можно пообщаться с мастерами города. В Москве 11-12 марта состоится семинар по буквице Андрея Ивашко. Ступень первая. Образы буквиц и их применение в жизни человека для наступления рассвета сварога. Примерная программа. Знакомство с образной структурой языка. Проработка образов буквиц древних и современной формы русского языка. Извлечение мировоззренческой информации через соединение образов. Символьный уровень работы с языком через образы буквиц, слогов и слов. Раскрытие и усиление чувства знания посредством работы с языком. Знакомство с образным языком славянского мира. Энергетическая работа с помощью языкового наследия предков. Слово как магический инструмент славянина. Работа с духовными существами Вселенной посредством живого слова. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 28 февраля, вторник. Амурские казаки, исчезнувший народ. Автор-писатель Дмитрий Ефремов. 1 марта, среда. Копное управление в общине. Автор-сказитель Сурияр. 2 марта, четверг. Архаизм русских волшебных сказок. Автор-сказитель Алексей Комогорцев. Начало эфиров в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народная славянская радио Все нужно, все важно.